Уже и на протяжении нескольких дней во Пскове проходят праздничные мероприятия. В этом году этому древнему городу Пскову исполняется 2114 лет. Впервые в летописи город упоминается под 903 годом в связи с женитьбой киевского князя Игоряна Псковитянки Ольги. И вот День города теперь отмечают в тот день, когда и Православная Церковь отмечает День Святой Равноапостольной Ольги. Отсюда открывается великолепный вид на Псковский Кремль, на Троицкий собор, Власевскую башню, Колокольню. Вдали виднеется рядом с Троицким собором Давмонтова башня, а еще дальше башня Кутни Костер. И далее уже слияние рек Псковы и Великой. Вот здесь, на берегу реки, сегодня проходит праздничное мероприятие в честь Дня города. Выстроились уже пограничники внизу, и сейчас начнется выход пограничников на пост, на ступку. Внизу у подножия Власевской башни кафе, где уже расставили стульчики, столики. А вот в самой Власевской башне находится ресторан с разнообразным, великолепным меню. Напротив Кремля стоит Ольгинская часовня, поставленная на месте, где Ольга прогуливалась верхом на коне, и было ей видение трех лучей, вышедших из разных точек неба и сошедшихся в одной точке. В той точке, где сегодня стоит Троицкий собор. А также рядом с мостом мы видим церковь Успения Афгарона. Субтитры подогнал «Симон»! Троицкий собор. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Уважаемые псковичи, ветераны, воины-пограничники! Начинаем торжественный терминал выхода пограничных нарядов на охрану государственной границы Российской Федерации пограничными нарядами пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал 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 «Симон»! Сейчас, на мой взгляд, впервые в нашей области, в городе Пскове, на этом месте. Сотрудники пограничного управления выполняют задачи по охране псковских рубежей на сухопутном, речном и озерном участках государственных границах. Обстановка развивается динамично. На государственной границе прекращаются попытки незаконной миграции граждан стран Юго-Восточной Азии и Африки. Организаторами противоправной деятельности изыскиваются возможности по контрабанде наркотиков. Сохраняются риски проникновения в Россию членов международных террористических организаций. В текущем году пограничным управлением содержатся более полутора тысяч нарушителей государственных границ. Одна тысяча нарушителей пограничного режима и режима в пунктах пропуска. Выявлены и переданы правоохранительным органам два... Управление, равняюсь. Смерно с нашим пограничных нарядом выйти из строя. Проверить готовность пограничных нарядов в месенную службу. Проверить готовность Caucas Nest Юго- کا сестрел в нарушках правильных mediumх Tatмык. В Сен-Сен-Сен и Георгиев der zweiteилактира, Африки медсленно и tour 옆и covering там в ещё один дугор MEL因为. Сエ微а Смен-Сен-Воля, Тут, Рубрика, Сен-Сен-Сен- Сен-Сен-Сен- Вольна! Сострой! Пограничные наряды! Доставлять их на пограничные заставы, по фактам нарушений проводить разбирательство. Экипажам пограничных катеров длительно охранять границу на Чудском озере. За приграничными районами места малого рыбы вести постоянное наблюдение с помощью оптических приборов и радиолокационных станций. Контрольно-пропускным пунктам через государственную границу тщательно проверять паспорта у граждан, въезжающих в Россию или следующих в Прибалтийские республики. Особое внимание обращать на пассажиров, прибывших из государства с нестабильной социально-политической обстановкой. Выявлять лиц, находящихся в федеральном международном розыске. Осматривать автомашины и поезда, пересекающие границу. Выявлять тайники и укрытия с использованием служебных собак. Не допустить ввоз в Россию оружия, наркотиков и катрабанды. Всем пограничным нарядам вести наблюдение за воздушным пространством. На воздушных целях докладывать на радиотехнические посты подразделений противовоздушной обороны. Местное население привлекать к охране государственной границы в составе добровольных народных дружин. Для повышения возможности пограничных нарядов, максимально использовать пограничных собак при поиске, обнаружении и задержании нарушителей. Выявление контрабанды, обеспечение собственной безопасности пограничников. Оружие, специальные средства и физическую силу применяют в соответствии с российским законодательством. Быть готовностью к отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, вооруженных групп, банк и воинских формирований. Сдерживать силы противника до прибытия основных резервов пограничного управления. Для доклада обстановки использовать проводный и радиоканалы связи. Доклады осуществлять каждые 30 минут. При выполнении задач по охране границы соблюдать законность, порядок, меры собственной безопасности. Службу нести до 20 часов с прибытием в подразделения. Вопросы? Пограничные наряды на право, на охрану государственной границы Российской Федерации. Шагом марш! Пограничные наряды При внесении службы пограничных нарядов используют различные вооружения и техники. Это современное вооружение, средства обнаружения нарушителей, радиоэлектронные системы, приборы ночного видения, тепловизоры и другие технические средства охраны границы. Все это позволяет контролировать ситуацию на охраняемом участке, как в дневное, так и в ночное время. И существенно облегчать своевременное обнаружение и задержание нарушителей государственной границы. Наряду с этим пограничные наряды осмещены современными цифровыми радиостанциями. Позволяем вводить связь и взаимодействие, как внутри пограничного ряда, как в незначительных расстояниях. Навигационное оборудование позволяет пограничным нарядам более точно ориентироваться на местности. И в случае преследования нарушителей границы, передавать координаты своего места нахождения соседним пограничным нарядам. Полученная информация стекается в единый информационный центр. Что позволяет контролировать установленные режимы государственной границы на территории всей Псковской области. И оперативно реагировать на любые изменения обстановки. В этом году пограничным управлением за безупречное несение службы по охране государственной границы. Высокий профессионализм, бдительность и инициативные действия. В результате которых неоднократно были задержаны нарушители государственной границы Российской Федерации. Поощрено 137 человек. Высшие награды, медалью за отличие в охране государственной границы. В соответствии с указом президента Российской Федерации. Удостоен военнослужащий отдела в городе ПТАЛА. Праворщик Плавков Анатолий Николаевич. В одиночку задержавший 12 нарушителей государственной границы. Пытавшийся незаконно пересечь государственную границу. В пунктах пропуска Псковской области проходят службу опытные контролеры. Способные только по одному взгляду на документ выявить его подделку. Выявить в пассажиропоторке нарушителей государственной границы. И обнаружить тайник в транспортном средстве. В их арсенале самые современные технические средства проверки документов. Для повышения возможности пограничных нарядов. В государственной границе применяются служебные собаки. Которые несут службу как на участках пограничных застав, так и в пунктах пропуска. С помощью четвероногих пограничников в поисках задержания нарушителей граница осуществляется в максимально короткие сроки. Впервые в году за заслуги в охране государственной границы была награждена стоящая сегодня в строю служебная собака по кличке Бархан. И вожатой служебной собаке старший прапорщик Гуров Максим Геннадьевич. В районы выполнения основных служебных задач убывают катера дивизиона пограничных сторожевых катеров пограничного управления ФСП России по Псковской области. Пограничный сторожевой катер 3-го ранга проекта 14081 «Сайгак» предназначен для охраны прибрежных морских вод, речных и озерных участков государственной границы. Высокая техническая надежность, мореходность, маневренность. Вот основные качества этого проекта. Вооружен 7,62-мм с танковым основных служебных задач. Катера проекта 14170 «Перьер» обладают превосходными маневренными качествами. Благодаря новой лифте, что применяется на мероприятии, при дальнейшем плавании на плюс 7 км на катерах имеются условия для длительного несения службы с отрывом от пунктов вооружения катера 762-мм с танковым полеметом «Калашникова». Командуют катерами мишманы Новиков Артем Сергеевич и Завернин Владимир Михайлович. На счет «Калашников» десятки задержанных нарушений режима государственной границы и пограничного режима, сотни осмотренных судов и плац-средств. Пограничные сторожевые катера 4-го ранга проекта КС-701 «Тунинг» были созданы для выполнения основных служебных задач по охране государственной границы и морских мировых ресурсов. «Калашников» «Калшников» 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ